Всем привет, ребятки! У меня в ручках пьезомикрофон, и сегодня мы поговорим о как раз-таки них. А вернее, формат будет больше практический, то есть я не буду рассказывать про какие-то частотные характеристики и так далее. Вы это все можете сами загуглить у любого производителя. В данном контексте у нас будет ролик, которым я буду тестировать данный микрофон от I.O. Audio. Это российский производитель, парень делает крутые микрофоны, на мой взгляд, по первому впечатлению. С помощью этого микрофона мы сделаем с вами различные звуки дронов, транзишены, звуки монстров и так далее. Я думаю, должно быть интересно. Ребят, но чтобы не пропустить следующее видео, обязательно подпишитесь сейчас на канал, сделайте колокольчик внизу под видео. И оставьте комментарий, так я смогу понимать, насколько вам интересно, какие темы вы бы хотели разбирать вместе со мной дальше. Вот, поэтому поддержка обязательно нужна. Сейчас мы это все будем тестировать в проектах. Для начала я сделаю некий анбоксинг, вот, и в дальнейшем покажу, что я записал, какие фактуры, текстуры, которые, соответственно, можно использовать в различных проектах. Ну, давайте приступим, что тянуть на самом деле. Что мы имеем, ребятки? Вот такую вот коробочку. Она немножечко у меня уже попачкалась, но это не важно. Пьезо Contact Mic Metal. Как я понял, да, производитель, парень мне рассказал, что он делает микрофоны для разных поверхностей. Я его тестировал, на самом деле, во всех условиях, всевозможных условиях. Вы это поймете. Ну, точнее, увидите и поймете, так ли это. То есть, работает ли он только для металлических поверхностей, или, возможно, его можно использовать еще в различных приколдесах. Материал корпуса дюраль, диаметр 44, высота. Ну, то есть, здесь все характеристики. ВК, инстаграм, можете посмотреть также сайт, да. Давайте откроем, да, посмотрим, как это упаковывается. Ну, выглядит все достаточно неплохо. Аккуратненько. С магнитным, как он, ну, снимает, я так понимаю, различные наводки. Такой дополнительный девайсик. Так вот, и сам миг с такой мембранкой, плоской. По весу легенький, да, провод вроде как... Вроде как надежный, то есть, не шатается ничего. Сам джек тоже плотненький, надежненький. Вроде как вызывает доверие. Но, в принципе, тут что обсуждать, как бы, нужно тестировать. Первые фактуры, которые я записывал, это в основном металлические различные поверхности. И мне было интересно, как они звучат. Я записал металлический столб, какой-то памятник в виде дерева и так далее. Вот так это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, ну что, мы закинули это все в проект. И сразу могу сказать, что очень много различных клипов и шероховатостей. Также можно заметить, что микрофон, ну, очень чувствительный. Один из важнейших моментов при работе с пьезомиками, это использовать какие-то различные крепления, чтобы не прикладывать и держать пальцем самостоятельно. Вот одна из таких приколюх. Это такой некий клей, пластилин, который по своей консистенции очень мягкий, очень липкий и не теряет свои свойства, то есть липкости. Но, тем не менее, он... То есть не пластилин, это какая-то резиновая консистенция, которая при воздействии тепла имеет свойство более такого мягкого, мягкой консистенции, более липкой. И она очень, на самом деле, полезна. И вот эту штуку, конечно же, я забыл, поэтому при работе с пьезомиками вы будете подвергаться различным клипам в ушах, либо постоянно приходится убирать громкость, что это, на самом деле, не очень удобно. Так, ну что мы можем отсюда взять? Это первый звук столба. Мы понимаем, что он снимает не только внутренний, да, какой-то гул, ну, плюс ветер, плюс атмосферу и так далее. Что из таких звуков можно сделать? Давайте подумаем. Здесь у нас тоже одни клипы. Вот этот звук прикольный. В общем, из первого места, да, первого столба мы можем взять только два вот этих звука. Предлагаю повесить Space Designer, использовать AirDriver. Интересненько. Это у нас торпеда, да. Как вариант, мы можем сделать transition какой-то, либо сделать rise, да, разгон, просто сделав реверс. Вот такие вот фишечки саунд-дизайна. Это всего лишь удар по металлическому примету, заснятый пьезомиком, записанный на зум. И тем самым мы получаем такой металлический transition, достаточно синематический такой, киношный. Очень странный звук. С такой вибрацией, чтобы из него сделать. Сделаем из него звук монстра. Точняк. Вот такой получился звук монстра, на мой взгляд, такого только зародившегося птеродактиля. А это у нас звуки цепочки гигантской. Низкий сап, а скайфай звук можно получить из такого звучка, как вариант. Сохраняем. Так, у нас еще остался звук записанного дерева. Короче, мне сразу слышат здесь некий хоррор саунд. Берем, значит, немножечко почистим клипы, компрессор, накинем волхалы. Ох, и жуть. Ох, и жуть. Отличный саунд. Где-то монстрятинка такая, там где-то вдали там что-то делает, шебуршит своими яичками. О-о-о-о! Как вы понимаете, можно делать совершенно любые атмосферы, фактуры из вот такого подобного рода экспериментов с помощью вот таких вот микрофонов, которые работают с поверхностями. Я решил видео разделить на две части и показать некоторые интересные отдельные моменты как раз таки в отношении хоррор тематики, потому что я нашел неплохую локацию с старой заброшенной, а вернее больше как памятник, подводной лодкой, с которой я, соответственно, побольше поработал, поработался смычком и я сделал отдельный следующий ролик. Ролики будут выходить каждую неделю, пока день я не знаю какой, скорее всего, во вторник либо в среду. Поэтому обязательно следите за новостями, еще раз повторюсь, подпишитесь, поставьте лайк, комментарий и колокольчик. Тогда я смогу понять, что вам действительно это интересно и такие подобные ролики будут постоянно. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok